Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. Все, что угодно, только нежилые дома. На этой неделе жители дома номер 40 по улице Солнечная встретились с главой города Еленой Лапушкиной, чтобы обсудить возможное строительство по соседству. Партизанскую полностью обновят на участке длиной в 2,5 километра. В Самаре продолжают приводить в порядок дороги. Водолазы ищут не клады, а мусор, а на берегу устанавливают качели и лавочки. В Самаре начали обустраивать городские пляжи. О новшествах законодательства и особенностях предстоящей избирательной кампании в столице региона идет подготовка к выборам депутатов в Государственную и Самарскую губернскую думу. В городе стала доступна для оформления уникальная карта жителя Самарской области. Она позволит получить как повседневные финансовые, так и социальные услуги. Все что угодно, кроме новых жилых домов. На этой неделе жители дома номер 40 по улице Солнечная высказались против возможного строительства по соседству. О своем беспокойстве они сообщили голове Самары Елене Лапушкиной, которая приехала к ним навстречу. Присутствовал на собрании и владелец земельного участка. Какие были планы по развитию этой территории и что изменилось сейчас, выяснил Андрей Горгуленко. Участок земли вдоль улицы Солнечной в районе 40-го дома в центре спорной ситуации. Владелец территории еще пять лет назад решил построить здесь спортивный комплекс. Одно здание возвести удалось. Затем работа приостановилась и пришла пандемия. Теперь спортсооружение для владельцев участка строить невыгодно. Прибыль можно получить только после строительства жилых домов, в котором обещают выделить помещение для объектов социальной инфраструктуры. Мы не закончили геологические исследования, поэтому сказать, как могут быть поставлены дома. Два, три, один какой высотности мы не можем. Ни один другой специалист этого сделать не может. Но то, что учесть социальные объекты в нашем комплексе абсолютно реально, я вам это подтверждаю. Однако местные жители против такого развития событий. Они беспокоятся, что новые квартиры усложняют жизнь плотно населенного микрорайона. Потребуется еще больше ресурсов социальной инфраструктуры, парковочных мест и, возможно, новых дорожных развязок, чтобы не стоять в пробках уже на выезде со двора. Жители дома, когда приобретали здесь квартиры, по плану, по генплану, здесь было строительство спортивного комплекса. То есть мыслями об этом комплексе покупали люди квартиры. Может быть, тут и не купили бы, если бы сразу сказали, что тут жилые дома будут. Выслушать обе стороны и помочь им прийти к компромиссу на место приехала глава Самары Елена Лапушкина. Она пообщалась с жителями микрорайона и с владельцем участка. Стороны озвучили свои предложения и идеи. Теперь все это они выскажут на публичных слушаниях по этой территории, которые состоятся в ближайшее время. Договорились идти поступательно, что действительно сейчас будут проводиться общественные слушания. Я призвала всех жителей, какой бы их мнение ни было, но в обязательном порядке принять участие, чтобы было понятно мнение большинства. Надеюсь, что в дальнейшем они найдут компромисс и их соседство будет удобно для всех. Пока на самом участке никаких работ не производят. О возможном спортивном комплексе напоминает лишь одно строение и футбольные ворота на участке. Смогут ли здесь проводить матчи и тренировки или все же кто-то заселит это место? Ответ на этот вопрос можно будет узнать только после публичных слушаний. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В Самаре приводят в порядок дороги. На минувшей неделе приступили к ремонту партизанской. Ее полностью обновят на участке длиной в 2,5 километра. Ночами рабочие фрезеровали верхний слой асфальта. Сложность, по оценкам экспертов, состоит в том, чтобы нивелировать все возможные проблемы с водоотведением. Гульфия Сафина увидела, как идет работа. Строго следуя технологии, аккуратно снимает до 6 сантиметров асфальта. Этой ночью началось фрезерование дорожного полотна по улице Партизанской. Обновление участка проезжей части длиной почти 2,5 километра стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Отремонтируют улицу по всей ширине методом больших карт. В ночь на 9 июня начали работы на одном из самых сложных отрезков дороги – от Волгина до Тушинской. Местами, где полотно особенно просело, его укрепят. Ямы, провалы, колея. На этой улице было очень много застоев воды. Путем фрезерования будем стараться вывести воду. Где яма – управляем, где шишки – подрезаем. Выравниваем. По фрезерованию работа закончится в ближайшие 3 дня, если погода будет позволять. Подготовительные работы сначала. Замена люков, дождеприемников, дорожных плит. И подготовка основания. Будет использоваться асфальт «ШМА-16». В этом году эта смесь асфальта впервые используется для ремонта дорог местного значения. По оценкам экспертов, дорожное полотно из нее отличают повышенные показатели прочности. Потому гарантия составляет 5 лет. Подрядчик привлек 6 единиц спецтехники, 5 КАМАЗов и дорожную фрезу. Оценить новую дорогу самарцы смогут ближе к сентябрю, когда по контракту объект сдадут в эксплуатацию. Впрочем, работы идут с опережением графика, не в ущерб качеству. Каждый день езжу по этой улице на работу. Дорога была вся убитая. Машин много. И пробка. Кто по встречке объезжает. Ямы очень глубокие. Кто колесо прокалывает. Думаю, скоро положат и будет прям идеальной дорогой. Чтобы дорога получилась идеальной, работают круглосуточно. Фрезерование и укладку нового покрытия выполняют вечером и ночью в часы пониженного трафика. Движение не перекрывается. Данный объект очень важен. Он как артерия транспортная для города. Все смеси укладываемые соответствуют ГОСТ, соответствуют новым стандартам. После всех укладок МБУ дорожное хозяйство выполняет отбор проб. Этот асфальт испытывается. Если проходит все в норму и все в норму соответствует, соответственно, данная работа принимается. Если же лабораторные исследования обнаружат несоответствие ГОСТу, подрядчика обяжут переделать работу, но уже за свой счет. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, События. Качели, лавочки, раздевалки. В Самаре начали обустраивать городские пляжи для любителей летнего отдыха под солнцем. Дно возле берега Волги обследуют водолазы. Они очистят его и составят карту глубин для установки ограничительных буйков. За работой специалистов наблюдал Михаил Ермоленко. Водолаз Дмитрий Червев погружается в воду и раз за разом достает то камни, то палки, а порой даже потерянные детские игрушки. Работает на мелководье, пока его напарник обследует дно на глубине. Я сейчас по поверхности вот здесь смотрю, на мелкой глубине, чтобы когда там вот камни большие, которые мешают, мне в принципе где-то на часа два хватит. А водолазу больше, он по множеству глубже уходит. Водолазы выявляют также ямы и водовороты. После того, как они обследуют дно, на поверхности воды установят ограничительные буйки. В результатах обследования водолазами формируются карты глубин, определяются места установки ограничительных буйков, ограничивающиеся зоны плавки, а также определяются места формирования пляжей для зон купания, для лиц, не умеющих плавать, это глубиной до 1,5 метра. А это для лиц, которые не умеют плавать. То есть это отдельные два пляжа, которые также организовываются. Пляжный сезон стартует в Самаре меньше, чем через неделю. На набережную завозят новые лавочки с навесами, чтобы отдыхающие смогли спрятаться от жары. Качели, удобные раздевалки, а также ромбовидные лавочки с зонтом в виде шляпки, которые рабочие так и называют в шутку грибом. Пляжного инвентаря много, поэтому за один день грузовой автомобиль делает больше 15 рейсов. При этом важна не только оперативность. Нужно все более-менее аккуратно сложить, прежде всего подумать 10 раз, как все ляжет в кузов, чтобы друг другу не терлось по дороге, чтобы ничего не сломалось. И потом уже здесь так же выгрузить. Очень ждем. Каждый год прекрасные пляжи. Сейчас будут здесь скамеечки, качели, раздевалки, много народу. Заряд энергии. Ну, это счастье, мне кажется, иметь Волгу в городе, причем в такой близкой доступности. И приезжие говорят, вам море не надо. Сейчас подрядчики обустраивают территорию у первой очереди набережной, чтобы все объекты стояли на пляже уже до 15 июня. Обустройством второй очереди займутся после окончания фестиваля «Волга-фест». Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. О новшествах законодательства и особенностях предстоящей избирательной кампании. В столице региона идет подготовка к выборам депутатов в Государственную и Самарскую губернскую думу. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами начал свою работу в марте. Сейчас во всех муниципальных образованиях проходит обучение общественных наблюдателей, которые в назначенный день будут поддерживать на избирательных участках законодательный порядок. Тему продолжит Ольга Павлова. С правилами законодательного этикета на выборах будущих общественных наблюдателей знакомят задолго до начала избирательной кампании. Обучающие семинары проходят во всех муниципальных образованиях. Здесь учат не только правилам поведения на избирательных участках. Наблюдателям рассказывают о новых законах и о том, как грамотно решать конфликтные ситуации. Очень интересное обучение, полезная информация. То есть уже более понятно, чем будем заниматься и что там нужно будет делать. Это было очень познавательно. Много вопросов было поднято таких, которые действительно актуальны на сегодняшний день. Что мы имеем делать, что мы не можем делать, чтобы это знать и действовать правильно, и не создавать лишние суеты, и не мешать работе. Общественный штаб наблюдений за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Су-председателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 15 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кальцун. В настоящее время общественники координируют обучение наблюдателей. Для предстоящих выборов необходимо подготовить более 7 тысяч независимых специалистов. Для нынешней ситуации это очень необходимо, потому что многие наблюдатели не знают, как справляться с провокационными ситуациями, которые проходят, агитаторами, которые тоже пытаются всячески нарушить выборы, хотя нарушений так-таковых нет. И мы на этом обучении рассказываем, как себя вести, какие у них права, обязанности. Кроме того, нужно научиться действовать в стрессовых ситуациях, потому что на выборах бывают самые разные факты, которые требуют специальной оценки, возможно, обращения за помощью других специалистов. Наблюдателем на выборах может стать любой гражданин России, обладающий активным избирательным правом, но не работающий в органах власти. Ответы на вопросы, связанные с обучением, можно получить по телефону горячей линии, номер которого на экране или по электронной почте. Ольга Павлова, Константин Головин, События. В Самаре прошло заседание Совета по развитию предпринимательства. Для поддержки бизнеса на всех уровнях разработаны специальные программы. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 63-го региона – одно из ключевых направлений стратегии социально-экономического развития области. О мерах поддержки расскажет мэрия Елчан. Уже не первый год в городе действует муниципальная программа «Развитие, поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара». Малый бизнес, в том числе самозанятость инициативных граждан – важный фактор стабильности экономики региона. Об этом в послании жителям и депутатам говорил губернатор Дмитрий Азаров. Одно из приоритетных направлений поддержки – социальное предпринимательство. Социальные предприятия могут претендовать на микрозайм по ставке 1% годовых. Это уникальная программа, уникальная ставка, и вот только социальные предприятия на сегодня могут получить именно такую ставку при получении микрозайма. Департамент управления имуществом оказывает поддержку в виде предоставления муниципального недвижимого имущества и помещений, где действует льготная ставка по аренде. Вместе с этим на базе Самарского бизнес-инкубатора регулярно оказывают информационно-консультационную поддержку для предпринимателей и самозанятых граждан. Уже в заключительную стадию проходит нормативный правоакт. Совершенно точно он выйдет у нас к концу июня, и мы начнем сбор заявок в июле. Это грантовая поддержка на компенсацию процентов по кредитам, но не более 300 тысяч рублей. В этом году в регионе стартовал новый проект – онлайн-витрина для самозанятых. Это возможность привлечь новых клиентов и вывести свой проект на новый уровень. А для жителей региона – прямой и удобный доступ к качественным товарам и услугам. Все, что нужно – быть самозанятым, зарегистрированным в приложении «Мой налог», вести деятельность на территории Самарского региона и самостоятельно производить товары или предоставлять услуги потребителям. После заполнения анкеты на сайте mybis63.ru нужно дождаться решения экспертной комиссии Центра о размещении в каталоге. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. В городе стала доступна для оформления уникальная карта жителя Самарской области. Указания о внедрении этого проекта в финансовую систему региона ранее дал губернатор Дмитрий Азаров. Карта позволит получить как повседневные финансовые, так и социальные услуги. В числе первых новой карты увидел Михаил Ермоленко. Жительница Самары Татьяна пришла сегодня в отделение банка, чтобы оформить новый продукт – карту жителя Самарской области. Впервые услышала о ней еще в прошлом году и с тех пор ждала запуска проекта. Больше всего привлекли бонусная и скидочная системы для владельцев карт, а также удобный формат с необходимыми данными на оборотной стороне. Зашла буквально пять минут, оформила карту, все рассказали. Смогу ей пользоваться и в общественном транспорте, и в МФЦ. Очень удобная карта. Желающий оформить карту должен взять с собой в отделение банка паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Изготовление и использование продукта будет полностью бесплатным. И покупки оплатить, и записаться на прием в поликлинику. Карта включает в себя функционал не только для повседневных трат, но и для получения различных социальных услуг. Банковский продукт будет содержать данные о владельце, включая номер транспортной карты, номер полиса обязательного медицинского страхования, дату рождения, фотографию владельца, а также уникальный идентификационный номер, который карта получит при выпуске и перевыпуске. Он защитит владельца от мошенников в случае, если продукт был потерян или украден. Сообщается в банк о блокировке карты. Соответственно, банк предоставляет нам информацию о том, что карта заблокирована. Мы у себя в инфраструктуре отмечаем, что вот этот ID, потерянная карта, его необходимо заблокировать до момента перевыпуска карты. Здесь никакой потери данных, и мы полностью гарантируем защиту информации при обмене. То есть проект не запускается без необходимых мер по защите персональных данных. Кроме решения финансовых и социальных задач, для будущих владельцев продукта предусмотрели и программу лояльности. Оплачивая карты товара и услуги, держатель получит бонусные баллы и скидки у партнеров программы, которых сейчас больше 20. Это отели, магазины розничной торговли, барбершопы, аптечные сети, а также общепит. Кроме того, проект предусматривает отдельное мобильное приложение для карты, но управлять ей можно будет и через приложение банков-эмитентов. Массовый выпуск карты жителей Самарской области стартовал. Сейчас продукт можно оформить только в одном банке региона. Всего же банков-распространителей в перспективе три. Также уже совсем скоро продукт можно будет заказать через официальный интернет-портал, не выходя из дома. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. В Самаре наращивают темпы вакцинации. Она должна остановить заболеваемость коронавируса. Чтобы не отрываться от производства, сотрудники Сызранского завода делают прививки практически на рабочем месте. Подробности в сюжете. Здесь производят оборудование для разламывания горных пород, для электростанций и тяжелой металлургии. Сызранский тяжмаш заработал в начале Великой Отечественной войны, и с тех пор конвейер не останавливался. Здоровье сотрудников в приоритете, поэтому с самого начала прививочной кампании вакцинацию организовали прямо на заводе. Можно сказать, без отрыва от производства. На сегодняшний день от коронавируса привит около тысячи заводчан. Никаких осложнений после прививки замечено не было. Небольшое отличие от прививки от COVID-19 и гриппозной прививки. Отличие в том, что приходится задерживаться на полчаса нашим трудящимся, находиться под наблюдением врача. Поэтому в день мы где-то делаем 40-50 прививок. Антон Мартинов говорит, в необходимости прививки не сомневается. Болеть не хочется, тем более становиться угрозой для здоровья близких. Ну, надо как-то общество, как надо сказать, обезопасить, чтобы никто не болел. Нужно прививаться, чтобы другие не болели. Когда привьется 60% жителей области, будет обеспечен коллективный иммунитет. Его действие подтверждено на примере прививочной кампании против гриппа, которую провели в прошлом году. Общий иммунитет защищает до сих пор. Случаев гриппа в губернии нет. Глава региона Дмитрий Азаров в послании особо отметил необходимость массовой практики вакцинации. В случае с коронавирусом важно сформировать коллективный иммунитет до осени, до начала традиционного эпид-периода, когда и другими респираторными инфекциями люди болеют чаще. Особо важно прививаться крупным трудовым коллективам. С отличным настроением пришел сюда. Как бы добровольно, чтобы вакцинироваться. Рекомендую всем. На сегодняшний день от коронавируса привились более 435 тысяч жителей Самарской области. Из них более 354 тысяч завершили оба этапа вакцинации. Записаться на прививку можно в поликлинике, на сайте госуслуг и по телефону горячей линии 122. Кроме того, без записи можно прийти с документом, удостоверяющим личность, в один из мобильных пунктов, которые по пятницам и выходным работают возле крупных торговых центров. Виктория Шарея. События. Когда маленькие звезды зажигаются в сердце родного города. В столице региона прошла торжественная церемония вручения стипендий одаренным детям. 50 юных и талантливых ребят отметили наградами и премиями, которые вручила глава Самары Елена Лапушкина. Среди стипендиатов – школьники, спортсмены, воспитанники учреждений культуры и образования. С юными дарованиями познакомилась Ольга Павлова. Более сотни приемов и всего три струны. Этот инструмент звучит настолько многообразно, что, пожалуй, ни один другой с ним не сравнится, рассказывает лауреат и победитель городских, общероссийских и международных конкурсов Федор Павлов. Родители подшучивают, мол, Федор с балалайкой родился, а сын не устает благодарить их за то, что еще в дошкольном возрасте они разглядели его талант и подобрали хорошего педагога. Родителям, конечно, спасибо огромное. Разнообразие стилей игры, приемов и характеров просто поражает. Я чувствую этот инструмент с самого детства. Это мое. Как одаренный ребенок Самары, Федор был удостоен стипендии городского округа Самары. Вместе с ним наградами отметили еще 49 талантливых ребят столицы региона. Среди них дети и студенты до 25 лет. Музыканты, эстрадные и народные вокалисты, спортсмены, художники, воспитанники хореографических и цирковых школ. Награды стипендиатам вручила глава Самары Елена Лапушкина. Ребята, я вас поздравляю. Я желаю здоровья вам, здоровья вашим родным и близким. И, конечно, дальнейшим успехом. Прославляйте наш голод. Будьте всегда вместе с Самарой. Молодежь хочет сказать, что у нас яркая, творческая, целеустремленная. И потом, я уверен, это будет примером и гордостью всей нашей Самары. Впервые стипендии одаренным и талантливым детям Самары начали вручать в 2012 году. За 7 лет этот вид поддержки получили 456 юных, но уже подающих большие надежды ребят. Клубника, малина, персики, яблоки и груши. Эти сезонные фрукты и ягоды, к которым мы так привыкли, могут оказаться опасны. Врачи советуют людям с аллергией и проблемами желудочно-кишечного тракта умерить пыл в летний период и не налегать на ягодные и фруктовые десерты без консультации со специалистом. Какие последствия влечет за собой их чрезмерное употребление и какие симптомы могут выдавать аллергию, расскажет Михаил Ермоленко. Летняя пора, пожалуй, самое вкусное время года. В этот период созревают полезные фрукты и ягоды. Но немногие знают о том, что за сладостью клубники и косточковых ягод может скрываться опасность для людей, страдающих от аллергии, а также испытывающих проблемы с желудочно-кишечным трактом. Воздержаться от частого употребления ягод советуют людям с выраженным гастритом и язвой желудка, так как, например, кислый клубничный десерт вполне может спровоцировать приступ. Я думаю, что это органические кислоты могут провоцировать клетчатка, пектиновые вещества, хотя их, наоборот, иногда мы употребляем при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, рекомендуется достаточное количество клетчатки. Но вообще это индивидуальный, конечно, должен быть индивидуальный подход, потому что, скорее всего, это ваша индивидуальная непереносимость именно этой ягоды. А заменить можно любой другой, на который, например, у вас нет такой реакции вашего желудочно-кишечного тракта. Для большинства свежих сезонных фруктов, ягод и овощей найдется альтернатива. Если употребление их в сыром виде вызывает дискомфорт, запекайте в духовке, готовьте сладкие десерты. В этом случае при переваривании нагрузка на желудок уменьшится. Еще один вариант – это фруктовый или ягодный компот. Врачи говорят, что такая альтернатива не менее полезна. Все необходимые витамины сохраняются практически в первозданном виде, кроме витамина С. Воздержаться от частого и безмерного употребления сезонных фруктов и ягод советуют и аллергикам. Но здесь все немного сложнее. Истинная аллергическая реакция не зависит от количества проникшего в организм антигена. Она может одинаково сильно развиться и на минимальное количество, и на достаточно большое количество продукта или любого другого аллергена, который поступил в организм. Все дело в том, что любой аллергик, который имеет реакцию на пыльцу растений или на пищевые продукты, должен знать о перекрестной аллергии. Содержащиеся антигены в растениях, на которых у человека аллергия, содержатся и в родственных по антигенам продуктах питания. Например, если у вас аллергия на цветение злаковых, то не исключено, что клубнику, кукурузу и спаржу вы есть не сможете. Реакция на березу и ольху могут возникнуть проблемы с употреблением яблок, персиков, абрикосов, а также других косточковых фруктов и ягод. Ну и наконец, если вы испытываете дискомфорт от нахождения рядом полыни, лебеды, амбрузии или одуванчика, то аналогичная реакция может возникнуть при употреблении в пищу арбузов, дынь, кабачков, огурцов и семян подсолнечника. Список этот не очень маленький, но известный. Поэтому, конечно, если у человека аллергическая реакция на пыльцу растений или на пищевые продукты, он должен знать эти перекрестные антигены, чтобы внимательно относиться к употреблению в пищу определенных продуктов. Ну и следить за возможным развитием реакции. В списке неприятных аллергических реакций на сезонные ягоды и фрукты, включая перекрестную аллергическую реакцию, числятся заложенность и отечность слизистой носа, частое чихание, приступы кашля, припухлости и зуд глаз. Также могут возникнуть и некоторые серьезные реакции в виде появления сыпи, зуда, развития ангионевротического отека, отека квинки, и анафилактического шока. Поэтому с начала лета перед поеданием сезонных ягодных и фруктовых десертов стоит проконсультироваться с врачом, особенно при аллергии и проблемах с желудочно-кишечным трактом. Всем остальным, кто не испытывает дискомфорта, ягоды и фрукты принесут не только пользу, но и отличное летнее настроение. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!